И в завершение выпуска в этнокультурном центре заработала выставка под названием «Календарь народной куклы». Данная экспозиция – результат годовой работы участников проекта. Каждая обрядовая игрушка по-своему уникальна и несёт в себе традиции народов. В этом убедилась и наша съёмочная группа. Выставка «Календарь народной куклы» состоялась в рамках нового проекта «Куклы русского севера». Знакомство с традициями празднования и изготовления обрядовых игрушек прошло в этнокультурном центре декоративно-прикладного творчества и продлится до февраля. Гостям экспозиции наглядно показывают, как изготовить ту или иную куклу, а ещё рассказывают о старинных праздниках, которые в наше время отмечают всё реже и реже. Посмотри, сколько кукол. И куколки все разные. Куклы имеют не только богатое материальное, но и духовное наполнение. Наши предки верили, что они могли защищать от невзгод, утешить в трудную минуту, способствовать хорошему урожаю, здоровью и благополучию членов семьи. Столбушки, крестушки, пеленашки, вербницы и масленицы. Для разных регионов России каждой кукле характерен свой внешний вид. Пока девка получается, а потом, когда выходит замуж, переворачиваешь. И баба. Вот такая каргопольская двойная кукла получается. Два в одном. Изготавливали кукол из старых лоскутков. Природных материалов – соломы, веточек, деревья, травы и мха. Только благодаря семейным традициям кукла дошла и до наших дней. Надежда Дуркина признается, что сегодня это ремесло снова востребовано. Многие дети занимаются у нас робототехникой, какими-то пластмассовыми куколками, готовые барби, и потом подражают ему. А наши русские традиции в какое-то время были не то что потеряны, а ушли на другой план. В моду вошли праздники, которые были за границей. Слава Богу, что у нас начали возрождать вот эту культуру общения, празднования. Процесс изготовления кукол – это целый ритуал. Он сопровождался в том числе театрализованными представлениями, которые особенно вызывали восторг у детей. У них неподдельный интерес вызывал, потому что мы ходили, например, на улицу, здесь выпекали куличей из теста, выходили на улицу, проводили обряд, пели песни, закликали, кричали, и был мороз сильный. И приходили снова в избу, пили чай с этими куликами и жаворонками. В проекте «Традиционные куклы русского севера» принимали участие жители разных национальностей – ненцы, русские, коми. Это несколько десятков человек. Очень интересный проект. В течение года мы посещали, много познакомились с кем, очень много интересного узнали о куклах. Что касается выставки, то она в первую очередь направлена на привлечение детей, чтобы в будущем они, как и наши предки, могли также передавать свои знания, сохраняя традиции и обряды спустя столетия.